...шуточного краш-теста, когда... Вот, возможно, возможно, есть какие-то долбоёбы, которые считают, что они дохуя могут критиковать тех, кто что-то критикует, да? То есть я сейчас, возможно, про себя говорю, но, тем не менее, то есть мне не надо быть коровой, блядь, чтобы говорить про вкус молока, вкусно или нет, мне надо быть поваром, чтобы определять вкусное блюдо или нет, я могу и имею право говорить про что-то и так далее, тому подобное. Так вот, знаю, что ходят в интернете всякие нехорошие комментарии по поводу того, что, мол, какого хуя он, типа, обсуждает, тут же всё понятно, типа, нам всем интересно, что произойдёт вот с этой хуйней, мы же все задавались вопросом, типа, мы же дети, блядь, когда-то, ну, типа, были все когда-то детьми и делали то же самое и так далее и тому подобное. Так вот, например, существуют такие каналы замечательные, я забыл чувака, который тоже экспериментирует, создаёт всякие пушки, который делал пневматические лезвия, росомахи, блядь, я забыл, как его зовут, такой известный чел, очень сильно прославился в своё время на ютубе, делал там огненные, огненные пушки, ещё как-то, ну, короче, у него пиздец, сколько видосов, просто пиздец, всяких там с фейерверками, но всё это сделано ебать, как оригинально, ебать, как круто и просто опиздахуительно интересно, то есть у него процесс этот всё весь снят очень круто, это не какая-то залупа с, блядь, Ноки ебаной, которую проверяют там с ньютоновской, это не Даня Крастер, нет, Даня Крастер тоже нормальную хуйню делает, но это всё-таки DIY, а там он делает какие-то эксперименты тоже, но эксперименты реально пиздаты, то есть там чё попало вообще, то есть чё попало, очень много всякого дерьма, он там, например, как знаете, Demolition Rancho, да, где он там, ну чё попало тоже с оружием делает, этот чел, короче, свой старый фургон, блядь, взрывал, чё-то там, блядь, десятью килограмм, ой, нет, даже вру, короче, очень огромным количеством фейерверков, петард и так далее, там просто пиздец какой был, это всё достаточно красиво выглядело и так эпично, здесь же, ну какая-то ебаная залупа, дальше, что касается детства, типа мы все это, блядь, делали и нам всем интересно узнать, что произойдёт, кому, блядь, интересно, что произойдёт с ебаной Нокиа, нахуй, когда на неё ёбнут какую-то хуйню с пятого этажа, это же, блядь, очевидно, это настолько, блядь, ну, лежит на поверхности, то есть я понимаю, если бы это был какой-то действительно эксперимент, доказывающий что-то, что-то такое, что прям вообще вот удивительно-удивительно, вау, там, с этой Нокиа что-то делается и так далее и тому подобное, но здесь же происходит стандартная хуйня, которую каждый может сделать, сам, в своих, блядь, домашних условиях, ничего для этого, ну, типа, никак не парясь, это, это дичь, кто-то может сказать, что, мол, не все могут себе позволить, там, купить Нокиу, там, ну, это смешно, вообще, пиздец, не все могут себе, там, раскалить нож, блядь, что-то тоже очень смешно, могут обжечься и так далее и тому подобное, ну, да, блядь, долбоёбы действительно могут обжечься и так далее, короче, соль в том, что все вот эти вот эксперименты дебильные, абсолютно дебильные, они, наоборот, деградируют, они не развивают, они лишь показывают, насколько дегродные, а, насколько дегродные интересовалки могут быть у людей, вот мне вот вообще похуй, я бы никогда в жизни не нажал на это видео, если бы это был не какой-то, там, проект, не в рамках проекта, что там произойдет с Нокией, да мне вообще до пизды, ну, разве это может быть интересно, вот о чем я, на самом деле, это видео даже смотреть неинтересно, потому что, опять это будет не пятый этаж, блядь, это будет, по-любому, этаж какой-нибудь, второй, я уже сделал сто пятьсот экспериментов с ней, гирю кидал и кувалдой ее бил, и все еще не успокоился, блядь, жидкость делается, как всегда, просто, берется треть крахмала, карта настика, у меня нет, так, 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 вот опять второй этаж у нас, опять, касая, касая наводка, блядь, музло, специально мажет, блядь, очевидно же, что он специально мажет, нахуй он это делает? ебать, окей, хорошо, в этот раз, была-не была, боже мой, это видео раскрыло мне взгляд на жизнь, блядь, нахуй, ебаные долбоебы, если кто-то будет этот видос потом, ну, в смысле, мой смотреть и обсуждать его, там, говорить о том, что разбирать меня, там, по секундам, так знает, долбоеб, думая, что ты дохуя умен, и думая, что ты расскажешь людям, взглянешь правде в глаза и докажешь, что, мол, я не знаю, доебываюсь, доебываюсь до какой-то хуйни, так вот, эта самая дебильная хуйня на планете, не говорящая ни о чем, он даже, понимаешь, он даже выводово никакого не дает, ну, и что, что он показал, что Nokia выжила от, блядь, на нее скинули какую-то хуйню, и она от этого, блядь, зачем, зачем мне это знать, зачем, блядь, зачем, нахуй, зачем детям это знать, нахуя, алё, блядь, алё, приём, нахуй, здравствуйте, зачем мне это знать, зачем, алё, 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 где ответ, алё, алё, ответа нет, ладно, едем дальше, мне говорили, что у Дениса Игонина вышел новый видос, и это, это, кстати, это, кстати, это, кстати, повод туда зайти, на самом деле, потому что, мало ли, вдруг у него там, вдруг он еще снова сделал хороший видос, Денис Игонин, так-так-так, всем привет, с вами Упс, всем привет, этот любимый мой голосочек, 11 нереальных пранков накануне от 1 сентября, у него 12 нереальных пранков на 1 сентября, теперь накануне 1 сентября, ну понятно, понятно, поехали, всем привет, с вами Упс, первое сентября уже через пару дней вот этот вот кетчуп очень похож на кетчуп это значит что сегодня будут пранки для школы на урок и информатики на перемене и так далее кстати многие просят чтобы я показал лицо многие даже думают что мой друган это я не тут то было в общем в конце все покажу еще многие думают что мой друган это я я тоже так сначала думал но потом меня вылечили и в конце офигенный конкурс крутыми призами ну что погнали информатика компьютеры самое лучшее место для пранков что мы можем такого провернуть смотрите внимательно дома заранее берем гвоздь и разрезаем его напополам сделать это можно с помощью ножовки по металлу сделали отлично теперь берем нашу заготовку с собой выжидаем подходящий момент перед уроком и наклеиваем с помощью термоклея кончик гвоздя на мышку нашей жертвы гарантирую реакция будет то что надо жертва в недоумении будет рассматривать мышку со всех сторон и как только попытается достать кусочек гвоздя сразу поймет что ее разыграли вот так вот термоклей же без вот так вот ясно вам вот такой у вас розыгрыш понятно ясно ахуели вот так то вот вот так вот держите себя в руках нахуй труда дерется не оставив абсолютно никаких следов одежите лист в комментах как еще можно прикалываться на уроках информатики мне интересно будет почитать ваши идеи так давайте напишем короче и ума секс бом димас де нет это не не масло дис мало большое спасибо тебе за подписку дружат на семью так значит короче значит короче мы вот как прикалывались мы вот как прикалывались просто короче прикинь брали короче и не приходили на информатику так иначе да думаю и другим тоже всем нам нравится когда нас опачки новые личики поздравляю с днем рождения столько приятных слов ну так вот смотрите как можно немного порадовать друга и ввести его в смятение пока он оставил свой мобильник без присмотра берем его заходим в контакт и меняем день рождения на сегодняшнее число только представьте удивленную гримасу другана да да когда ему начнут сыпаться в личку кучу сообщений поздравлений с днем рождения друган явно будет шоке а как иначе вы сами попробуйте представить себя в его ситуации и да хотите ли вы пранки которые можно провернуть сайтом вконтакте если да то напишите это в комментах если будет много желающих то я обязательно сниму это видео у меня уже есть кое-какие интересные идеи на этот счет давай заебашь один школьный пранк все как всегда подкарауливаем пока жертва отойдет от своей парты ну и приступаем к нашему приколу открываем пенал друга на и берем оттуда точилку откручиваем лезвие переворачиваем его другой стороной закручиваем обратно собственно вот и все хотя нет подождите не забудьте затупить карандаш друга большое спасибо за подписку добро пожаловать нашу шекшуальну чтобы у него возникла необходимость воспользоваться точилкой теперь осталось немного подождать когда друган попробует наточить карандаш у него ничего не получится самое время насладиться его недоумевающим лицом что такое что случилось с точилкой ё-моё он не пытается разобраться он просто сидит вот так вот все что происходит кто знает может быть его раздумья затянутся надолго и вот как только что я показал познает подвох точилки только тогда когда будет уже дома давайте приклада дома дома когда дома будет так вот в чем дело там-то в классе не видно блять типа любимая игра друга заразилась вирусом открываем блокнот пишем там текст изображенный на экране сохраняем выбираем алфайс и пишем в конце название . выбираем алфайс алфайс выбираем ребята у вас там случайно не алфайс выбраны вы алфайс выбираете потому что когда вот все файлы написать хотя блять ну может быть реально алфайс написано так что в общем алфайс ни с чем не перепутайте блять алфайс бат переименовываем фарш и пишет данный на экране сохраняем выбираем алфайс и пишем в конце название . бат вот именовываем файл под название любимой игры друга и меняем значок в моем случае это танки x все теперь когда друг решит в очередной раз поиграть в игрушку сначала выскочит окно с ошибкой затем начнет открываться бесконечное количество различных окон жуть какая так будет продолжаться до тех пор пока компьютер не зависнет сначала друг будет просто в небольшом смятение но когда после перезагрузки опять это смятение вот это вот и компаунт вновь попытается запустить игру прикиньте произойдет тоже самое тогда то и начнется настоящая паника а то ведь я и сам играю в танки и пинирую оставлю в описании а вот это божественная реклама была сейчас это просто была интеграция в интегрирование в интеграцию это было просто очень жестко денис игонин респект ловите настоящий хоррор пранк который приведет хоррор пранк друзьям и хоррор пранк шок всех кто увидит ваш палец да да вы не ослышались это тот самый кетчуп именно ваш палец для его осуществления нам понадобится обыкновенное лезвие стоит к встречаете эту хуйню во всех класах информатики 1 сентября ики в любом магазе даже в школу захотел просто за хуячью я то бля и сидеть так визине бытовой химии берем лезвие проделываем спло хотя стоит отдать должен я думаю что в возрасте там когда тебе там и седьмом шестом классе когда там информатика появляется это настолько курина что нет спасибо я ради справедливости скажу что такие приколы мы делали мы делали действительно мы но не такого формата мы там меняли говорю клавиши местами блять и все таком духе но ничего такого и разъебали это было действительно забавно то есть тут стоит отметить что это да это да это это может быть это может зайдет и это действительно бывает еще ножниц в нем отверстие делаем так как показано на экране пол дела сделано кладем его на палец и добавляем немножечко кетчупа для имитации крови только осторожно смотрите сами не порежьтесь ведь лезвие острая штука все можно идти пугать друзей все можно идти резать детей детей родители да кого угодно каждый кто увидит это будет в нереальном шоке ну да 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 в кс бинт на левую кнопку мыши классика раунд начинается чел дохнем блять он такой чё за хуйня чё за хуйня мы такие да блять но не знаю может там блять ну типа чё-то это блять и снова нахуй отвечаю ведь все ваши близкие волнуются за вас лично я бы перепугал близкие интересно волнуются то есть вот блять вот вот ты приходишь короче домой у тебя блять в пальце нахуй насквозь как вообще палец кусок пальца держится интересно мне ну да ладно хуй с ним приходишь домой вот с этой хуйней я думал дольше будет спасибо большое за два месяца так вот получается приходишь такой с хуйней и там вот просто вот вместо того чтобы резко звонить в скорую реальном шоке отвечаю ведь все ваши близкие волны просто вот мама стоит такая ну и за за вас лично я бы сынок какой ужас я так за тебя волнуюсь перепугался за своего друга надо чертиков друг же все-таки главное не перегибать палку и вовремя сказать что это была шутка а то мало ли что может случиться да мало ли вдруг у тебя вот такое лицо вот еще один сумасшедший пранк слабонервным просьба отойти в сторону и тут нам понадобится канцелярский нож снимаем заднюю крышку и аккуратно достаем лезвие она нам больше не понадобится хотя подождите берем картон серебристого цвета и обводим лезвие по контуру карандашом теперь его точно можно откладывать в сторону далее вырезаем из картона две равные все немножко подпитался нервами более сильными вернулся части и склеиваем их между собой если сильно не вглядываться то никто и не заметит подлоха ну что берем наш фейковый ножик и протыкаем себе руку или ногу прямо на глазах у всех для эффектности можно издавать различные крики и вопли типа вам больно с вами ничего не слышать и нибудь вот такие вот а я помню обещал что не хочу смотреть больше спец заказ no channels мне кажется там тетан бэдь хороший подъехал случиться ведь нож бумажный но зато сердце окружающих вас людей точно уйдет в пятки а точно не выдержат все умрут и мы сможем посмеяться наших могилах опять же осторожно пранк реально не для слабонервных думайте над кем шутить опять пранк на уроке информатики или в гостях у друга куда же без них в эпоху компьютеров и на этот раз друг испугается не на шутку смотрите в чем суть пока дружище отошел от своего компьютера включаем диспетчер задач и отключаем процесс под названием explorer.exe все потихо мы уходим ебать ну вот это уж совсем уж вот это уже вот это уже это уже знаете ли это уже не просто баян блять это аккордеон подъехал нахуй это это этот это даже знаете ли такой пранк делал со мной мой комп блять он просто нахуй вырубал в пизду весь все нахуй и ты был вынужден нажимать windows r и включать ебаный explorer вручную блять но неужели это настолько ну ладно окей хорошо с места преступления ждем возвращения нашей жертвы какова будет ее реакция когда как обычно рабочий стол пуст да абсолютно пуст нет даже ярлыка мой компьютер реакция будет поистине незабываемая только представьте испугавшуюся друг на все реагирует так вот чё бы блять не случилось нахуй умерли блять соседи нахуй такая реакция блять кто-то поцеловал его в щеку нахуй такая реакция кто-то обрел его водичкой блять такая реакция нахуй он попробовал какую-то невкусную пасту там из блять ебаного сыра или чё там такая реакция нахуй ну вот все на все у него такая рекс тегремас у друга в тот момент когда он увидит что все данные на рабочем столе попросту пропали по неизвестной причине и да в том что рабочий стол пуст нет ничего страшного после перезагрузки компьютера все вернется нас пиздец у него все после перезагрузки компьютера спасибо большое за подписочку добро пожаловать наше сексуального шумью свои места будто бы ничего и не было смотрите какую вещецу мне прислали китайцы с помощью нее можно нехило так приколоться над другом дожидаемся момента когда наш китайцы сидели всем китаем давайте ему отошим вот эту штуку у них там россии у них там россия есть такой денис игонин он делает всякие пранки давайте это же мы вот эту рука наша жертва соберется ко сну ляжет в кровать выключит свет и приступаем незаметно кладем ее на пол и нажимаем на кнопочку и опа рука сама начнет на кнопочку рука сама начнет передвигаться по поверхности при этом издавая странный звук жертва посмотрит вниз и увидит там сами знаете что уверен какую-то хуёвую китайскую игрушку которая не похоже блять ни на что страшного просто хуета какая-то блять первые секунды ее сердце точно ёкнет потом конечно станет ясно что это был чей-то прикол но уверяю вас она запомнит это надолго увы прикол эффективен только при выключенном свете днем же такая рука вызывает только смех это точно блять спасибо в видосе про здоровый образ жизни ты говорил что в двадцати одном ты весил 60 мне 21 рост 186 во время 57 ем хорошо не болею подвижен чувствую себя заебись но как был дрищем с рождения так и остался как жить у вас и очень вовремя решил то есть у нас прямо вот сейчас эта тема для разговоров давай видос хотя бы досмотрю и хотя нет давай вообще после этого если не забуду блять я тебе отвечу на вопрос но типа если они парят зачем ты вообще задаешь этот вопрос все заебись все заебись а если что ссылочку на эту вещицу я оставлю в описании забавная штука не правда ли вообще забавнейшая штука это как блять скидывать какую-то хуйню на nokia с пятого тире в скобочках второго этажа также это очень заялка нереально с бодоражившки ps фамилии ударение на вторую а привет и сыктывкара семьи верногоровых сливки шоу смотрел там по пицце какие лайфхаки удачного стрима максим спасибо большое за 100 рублей нет я не смотрел еще сливки шоу жить друга тогда этот пранк для вас все предельно просто все что нам нужно это заранее притащить школу двусторонний скотч ну а дальше пока друг тусит на перемене в коридоре берем его принадлежности и приклеиваем с помощью скотча потолку собственно дело сделано после звонка он вернется к своей парте и что он увидит правильно ничего куда черт возьми пропали мои вещи подумает он начнет смотреть по сторонам и опа они будут лежать там где он меньше всех их ожидает увидеть в общем то что надо чтобы взбодриться другу перед контрольной и отвлечь свои уставшие мозги от всех этих формул и определений в конце концов для мозга лучший отдых это переключение с одной деятельности на другую вот так вот понятно дети если вы вот Денис Игонин вот он так выглядит это он это вот настоящее это голос за кадром вот он здравствуйте так вот если вы устали от какой-то мозговой деятельности вам нужно переключить свою мозговую деятельность на другую деятельность но вот долгожданный пранк над мистером упсом да да не удивляйтесь новому голосу я друган и сейчас я его разыграть я другом если вы собрались с друзьями устроить застолье в честь первого сентября это просто замечательно салатики блинчики но это же просто объедение перед приготовлением салатиков берем банку сгущенки и кукурузу отрезаем дно и меняем содержимое этих банок местами банку сгущенки не забываем хорошенько промыть последний штрих заклеимом наше вырезанное дно термо клеем и кладем банки на их первоначальное местоположение ха я так и думал только посмотрите на недоумевающего Дениса и это да кукуруза дуги он офигеет еще себя недоумевающий банку сгущенки а не все ему только надо мной прикалываться что это такое что это за пранк напиши вот второй пранк со второго пранк вот точнее фу блять последнего пранка я сейчас я сейчас охуел вот сейчас это было действительно жестко если до этого я еще как бы держал да вот Гриша правильно написал не проще этикетки блять поменять просто у банок вот до этого короче пранки были вот знаете вот ну как бы на грани но еще не вот прям не 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 слишком но вот это это было блять сука запредельно нахуй просто запредельно блять потому что это просто пиздец это слишком жестко и вот это вот реакция недоумевающего Дениса вот она реакция недоумевающего Дениса одна из самых наверное блять вот знаете вот вот эту картинку я не знаю кто нибудь сделайте коллаж пожалуйста блять типа знаете когда оскар кому-то вручают там в конце номинантов типа в такие маленькие экранчики помещают типа и оскар достается и вот это вот небольшая пауза там аль пачино блять роберт де нира джонни депп и блять денис игонин нахуй за самую недоумевающую реакцию блять от того что ты обнаружил в банке сгущенки ну вот я вот прям вот хороший бы был бы коллажик ой блять ой нахуй так давайте сначала сливки шоу а потом пойдем смотреть что там у нас кстати в тренде друзья мои на 50 месте ну-ка спецзаказ ну-ка ну-ка скорей скорей скорее 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 что-то не грузит сейчас поди-ка сейчас еще все нахуй закончится блять интернет есть вы меня слышите ебать кажись интернет пропал ну-ка только не говори мне что интернет пропал нет есть интернет бурка тролля всего все заебись все нормально хорошо как я уже говорил 15 фигурок и посмотрите вот так выглядит а это видимо просто учить у человека очень хорошие видео очень хорошее видео у человека о 360 будем смотреть показывает что 1080 на 60 еще проходит розыгрышей рассказывайте всем так не ладно спецзаказ действительно уже не тот раньше было как говорится лучше так сливки и шоу блять почему ты блять не пишешь мне в поиске то что я пишу давайте глянем что там 5 лавка 5 лайфхаках для бедных или что а а это называется резинка паша резинка блять которая надевается на карандаш и смотрите блять у этого видоса 3 3 ляма просмотров у него так почти не так так 5 лайфхаков для бедных если ты смотришь данное видео на смартфоне друга потому что у тебя нет своего то эти лайфхаки для тебя погодите я это смотрел бабушка не забывает о тебе и подарила банку помидорок но тебе нечем ее открыть ну да сейчас он локтем ебанет по моему я это видео ловится локоть он-то у тебя должен быть нужно прицелиться и хорошенько зарядить им по центру крышки вот этому лайфхаку больше лет чем блять большому взрыву и сейчас честное слово так вот после чего мы с лёгкостью добираемся блять а ластик это не резинка гриша сюда помидорок вы решили приготовить вкусняшку и надо взбить белки от яичек не имея миксера можно воспользоваться вот такой штукой но это может занять немало время ну короче это залубская видос реально там такая блять такие советы такие лайфхаки что просто легче блять пойти короче и все вот что он там говорит просто купить нахуй будет не не дороже если честно вот этот не видос очень нравится человек очень подготовленный профессиональный диктор читает не читает самый главный текст на днях я был в командировке петербурге назад в москву по ряду причин пришлось ехать на машине я очень устал и только выехали на трассу как я естественно заснул дорога была долгая девять часов я почти все это время раскол но сон который мне приснился был наоборот очень коротким сижу и вот на этом и закончим пожалуй так кстати я еще не послал жириновского потому что потому что не успел еще там она орет бля вот ну-ка розыгрыш миллиона рублей ну ка всем привет меня зовут макс блэк и я владелец самого крутого онлайн казино сейчас всего за несколько минут я представлю вам свое казино и объясню почему играть стоит только в него я безумно счастлив что представляю свой проект над которым я и моя команда трудились целых два года это тот период времени от зарождения идей до реализации продукта так рад за него так рад за него что вот он позволяет людям проебывать бабки такой молодец вот этот макс макс блэк ты такой красавчик макс блэк прямо от от отрели от вот от зарождения идеи до реализации макс блэк такой-то крутой ой мой любимый всем привет меня зовут тимур скажу сразу же сегодня очень интересно выпуск у меня спросите чем блядь канал называется работа над ошибками а он блять все больше и больше ошибок допускает блять все больше и больше нахуй вот как как можно свою речь сказать так вот как он сказал всем привет меня зовут тимур скажу сразу же сегодня очень интересный выпуск у меня и все 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 это надо ехать в какую-нибудь блять глубинку нахуй вот там так новости можно подавать потому что вот это вот все она уже не смотрится нахуй ну сегодня очень интересный выпуск у меня у меня между прочим интересный выпуск просите чем вы тем что в кактус впервые за долгое время пригласили очень интересного видеоблогера алексей шевцова из одессы я был этому очень рад потому что ой сразу понятно сразу понятно сразу ясно выделяется тем что никогда не согласен с общественным мнением я а не значит ли это что он блять просто на этом хайпит блять типа ну как вариант например просто все время блять против всего пиздеть не кажется ли тебе это нет свое время я помню так мэтт делал очень часто то есть выходит какой-нибудь пиздатый фильм все говорят блять фильм реально пиздатый мы всё на странице пишет хуйня полная блять ну и типа на этом резонирует может быть ээээ этот блогер также делает нет может быть может быть может быть я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю ладно не хочу смотреть блять мы знаем что там все накручено и никому нахуй не интересно что он там несет блять так дальше эээээээээ ну вот это ой как крипесе мой любимый Костыка некрасивая лепешечка Нет, мой замок круче Не то, что моя лепешечка Ой, подожди, кто это такой? Эй, эй, тихо, тихо, ты куда пошел? Элё, 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 элё Эй, эй, эй Блять Хуй знает Просто хуй его знает Блять, я не знаю Я не знаю И посмотрите, опять Майнкрафта Ебаново столько здесь Его просто дохуя Это что за нахуй Ты стыд на него Он безумец Вы посмотрите на этого вообще Он безумец, куда ты полетел? Куда ты летишь? Твое 9 миллиона подписчиков Купи-купи Он безбашенный Какие купи-купи? Ты что, полетел купаться? У нас гонка, давай бегом сюда Это что? Какой-то Версус Баттл или что? Типа топол Бля Бля У меня сейчас глаза нахуй выкатятся нахуй из орбит Нахуй, 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 нахуй Тьфу У меня сейчас глаза выкатятся из орбит, бля У чела 3 ляма подписчиков И вот что происходит Это что? Какой-то Версус Баттл или что? Типа топол Хотя нет Это Марио Кард Понимаешь, чувак? Понимаю Я понимаю Еще немножко Да, я тебя прибью, понимаешь? Той 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 Минусы И это был Джон А вот еще, кстати, это Челик, который По-моему, вот у него вообще пиздец Я тогда охуел Я его увидел, короче, блядь, у Дружко Это был самый, блядь Вот, вот, я не знаю Знаете, есть такое понятие Харизма Вот это был анти-харизма просто Человек, который не мог даже С ебучего экрана прочитать текст Чтобы он, блядь, хотя бы был Ну, похож на Ну, блядь На что-то сказанное Вот этого человека 6,6 миллионов просмотров Вот этого мне вообще никогда не понравилось Точнее, 6,6 миллионов подписчиков И сегодня с нами Снейк Всем привет! И сегодня у нас с вами Весна опять пришла И лучики тепла Освещают нашу Тюрьму Из которой мы сегодня с вами сбежим Мы сегодня с вами проигрываем Боже мой, блядь Убейте меня Пожалуйста Я просто еще спать хочу, блядь Пора уже врубаться, наверное Пора заканчивать Давайте еще Давайте два видосика Еще каких-нибудь 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 И, наверное, все Вот это я видос Все-таки, наверное... А я зато почти прошел это испытание И, блин, я упал Ребята, сегодня я бы хотел Прорекламировать Создал свою страницу Количество викторин, тестов Не, Гриша, я, наверное, нет Еще, блядь Меня рубит пиздец Так, стоп Что это за место? Куда я попал? Ты еще не знаешь, что это за место Ты попал в мою новую ловушку Я разрабатывал ее несколько дней Чтобы, когда ты вернулся Я вновь тебя выгнал Я специально ее готовил Даже не надеясь на то, что ты зайдешь После моей последней ловушки Но ты все равно зашел И сегодня ты из нее... Бляяяяя Не, ребят, не Короче, я сдаюсь нахуй Я не понимаю Я не понимаю, почему это, блядь, смотрят Я не понимаю, какого хуя это в тренде Я не понимаю, блядь Какого черта вообще, блядь Творится на ебаном ютубе, блядь Почему? Так, нужно срочно торопиться Так, 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 да Я вот с Майнкрафтом Я еще с того выпуска Я не понимаю нихуя Я реально не вдупляю Я просто не могу, блядь, вот себе объяснить Почему это Находится в тренде Почему, блядь Почему, нахуй Па-че-му Па Вот прям через па Через п и а Следующее, блядь Смонтировано с помощью Windows Movie Maker Нет, нет, нет Не иди туда, нет Боже, почему главные герои Всегда так тупят Вот если бы я была героем И не какого-нибудь фильма То я всегда принимала Только разумные решения И спасала бы весь фильм Эх, как жалко, что Это никогда не произойдет Такс, такс, такс Что там у нас Вот ему можно отдать Должное за то, что он Подготавливает свои ролики Очень, очень хорошо Вот прям заебись Вот мне вот это нравится Мне То есть челик реально Готовится, делает Пускай там какая-то Странная хуета у него Какая-то дикая Вообще дичь, блядь Но вот он делает И монтаж И То есть вот за это Его можно ему отдать должное Что, во-первых, ему мало лет И он делает Ну как мало лет Он уже там подросток Тем не менее Он делает реально Вот неплохой вот этот вот В плане Как сказать Продакшена Контент Хотя бы так Хотя бы так Так Так, чё там, блядь Чё-то пишет кто-то Прям не может, блядь Да я посмотрел уже Тимона Чейса Чел, блядь Ёп твою мать Ты проебался где-то Я посмотрел Что ты, блядь Вот, да, у него видос Где? Может, ты имеешь в виду Какой-то новый видос Ещё вот после этого Следующий видос у него вышел Или что, блядь Что-то новое у него уже вышло Ещё что-то Всем приветствую Как видишь Нет Или чё это, блядь О, вата Вы слышали Это же, чё за звук Мне это, кстати, напомнило Более старый ролик Всем приветствую Тимон И Да Именно Керамбит Чувак Я И цвет очень классный Такой чёрно-серебристый Когда его так растягиваешь У него так прикольно Глаза разлезаются Будь Ай, бля Ебать Нахуй И потом мне будут пиздеть Что Типа Я пизжу на этот контент Как бы зазря Зазря Типа Человеку 540 миллионов лет Блядь А он Смотрите Вот эти так вот Растянуть ему ручки Вот этому лизуну У него так глазки В разные стороны Прикольно растягиваются Не, ребята На этом, пожалуй, всё Хватит Нахуй Всё С трендами Хов